друзья привет привет сезон на этом водоеме уже был открыт почему сезон я рассказывал в предыдущем видео кто не видел быстренько повторюсь дело в том что этот водоем открыт ровно полгода в году и опять я здесь сегодня я хочу для самого себя а также для вас сделать довольно интересную интригующую рыбалку я сидел целую неделю думал обдумал последнюю рыбалку которая была здесь она достаточно была интересная очень много всяких тонкостей хотя рыба клювала и можно было ловить на одну приманку и поймать достаточно много даже больше чем у меня поклевок но все-таки я в конце начал экспериментировать и сразу же сегодняшняя рыбалка сегодня рыбалка будет посвящена именно экспериментам что такое эксперименты на рыбалке для кого-то это ключик и для многих подобрать рыбу когда не клюет мы пробуем приманки мы пробуем технику для кого-то это просто или же не даже просто а очень важно разловить новую приманку я знаю по себе но для некоторых это стиль жизни образ его хобби пожалуй я отношусь к 3 категории когда мне мало того что клюет рыба хочется придумать какие-то свои даже не приманки а свою тактику свою технику а многие из вас и придумывает свои приманки что-то дома вырезают клеят приклеивают и всегда любому рыболову приятно когда работает на воде что я хочу сегодня попробовать и скажем так какие мои цели я очень постараюсь не знаю это получится или нет сегодня я буду ловить во первых на тактику технику точнее техас только техас но за крайним исключением есть совсем будет все плохо скажу откровенно и клювать не будет я может поменяю ближе к вечеру какую-то технику сегодня большой ветер жуткий ветер я бы сказал но для лета и водоемов который находится рядом с морем это нормальная картина поэтому привык и самый неприятный ветер дует прямо в лицо поэтому даже трудно разговаривать потоки воздуха мешают говорить и так у меня два удилища оба удилища до унции такие это удилище у меня фастовые это вообще экстра фастовое удилище чтобы делать дальние забросы тяжелыми приманками сейчас я вам ближе покажу приманки вот у меня вот такая одна приманочка это имитация угря компания имя японская 22 сантиметра 22 сантиметра и пуля 10 грамм на стоит крючок 4 дробь 0 owner и флюрокарбон 0 37 вот такая жесткая у меня одна палочка и 2 чуть полегче здесь у меня флюрокарбон уже стоит 0 33 поля пуля 10 грамм крючок 3 дробь 0 и 5 и 8 дюймов приманка поменьше но не такая маленькая что я сегодня буду делать кроме того что я буду ловить на техас я постараюсь так как я был на этом озере и басклевал очень далеко найти точку где он стоит сначала небольшой приманок на техас если будут поклевки потом я буду увеличивать увеличиваться увеличиваться брать огромные приманки толстый флюр огромный крючок разные цвета от темного вплоть до ярко ярко такого кислотного цвета что я хочу этим проверить не то чтобы огромная приманка огромный бас вообще какой бас там есть и как будет бас на это реагировать и будет либо еще поклевки или нет а если будут поклевки какой размер баса клюнет на эту приманку или среагирует это будет очень очень интересно при вас сегодня будем вместе экспериментировать и комментировать я буду менять приманки рассказывать что стоит хотя муж рассказал какой флюр какая пуля какой крючок и какое расстояние я пожалуй немножко возьму паузу пока машине повяжу крючочки подожду все-таки когда утихнет ветер потому что сейчас такой приманкой против ветра кидать будет далеко подожду полчасика и потихоньку буду начинать сегодня остаемся до заката мы примерно так и выбрали у меня остается ровно два часа две-три точки и буду экспериментировать приманки проверим все вроде бы все снасти связал пришел к точке . здесь довольно простая даже видно за мою спиной такой ровный берег пляж прошлый раз на дистанции 40 метров я нашел неплохую стоянку баса и практически он брал с каждого заброса как только приманка опускалась сейчас я пришел то место ну что скажу ребят ушло воды примерно но врать не буду на метра полтора метр это точно то есть вода ушла возможно кондиции поменялись все таки прошло какое-то время от последней рыбалки ну что будем проверять так как сегодня я хочу крупные приманки я вам говорил сначала будем начинать более таких привычных приманок хотя он просто раз у меня брал на слаг всего три дюйма не ловил я на дропшот сейчас я буду ловить на техас сегодня ловить хочу только на техас и это достаточно тоже крупная примарка 5 8 дюймов пока ветер он немножко меняется уже стал боковой был в лицо но я думаю то расстояние которое я добрался тогда было гладь тишина не будет сейчас достаточно тяжело его достичь и посмотрим посмотрим хотя бы забросить на 30 метров и так первые забросы сначала начнем с этой приманкой и когда уже если будут поклевки первые поимки 1 2 будем увеличиваться и дойдем до самой крупной приманки которыми есть это 22 сантиметра с огромным крючком с огромной пулей и толстым флюром 037 так скажу так первый заброс мне не получился сразу честно как-то замахнулся боюсь чтоб ветер не унес сторону петлю потому что все таки у меня справа слева есть хоть и далековато вроде бы деревья но все равно так ну чего нас ну получилось чуть метров 25 чуть больше глубина здесь небольшая и это есть преимущество то есть не нужно ждать чтобы примарка долго отпуска опускалась на дно если бы глубина была большая и дальняя дистанция конечно это была проблема то есть надо отпускать нить терялся бы полностью контроль пуля у меня стоит 10 грамм достаточно большая хотя для для этого ветра можно бы ставить 12 но 12 я редко ставлю потому что совсем перегружать удилище так я разговариваю разговариваю совсем уже забыл про проводку ну вот я вижу как у меня пули упирается какие-то небольшие камушки да и причем эту пулю я скажу ветром и течением сносит конкретно сносит прямо вот несет я бросил по прямой у меня влево но в той точки где я бросил чтобы понимали метро в 5 так это что что по моему камушки я уже подумал что поклевка а поклёвка поклёвка удар 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 ребята сразу первый удар 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 это поклёвка это поклёвка ты сейчас попал в . вот он бьет 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 Бьет, ну-ну-ну-ну, ну-ну-ну, живет, по-моему, живет, живет, бьет очень хорошо в руках. Ну. Есть. Ну, малыш, скорее всего, вообще, такое, я думаю. А не, он просто в сторону пошел, ребят, он просто пошел в сторону. Опа. Давай-ка сюда. Такой нормальный басик, я вам скажу сразу. Хороший бас. Обалдеть. Просто ветер, я потерял контроль. Смотрите, вы видите пасть? Что случилось? 5,8 дюйма он просто, вот этот бас просто проглотил. Просто червя нет. Посмотрите, как я у нас заглотил. И мне сейчас надо будет, наверное, щипцы. Вот что значит точка. Щипцы. И как-то его буду освобождать. Буду освобождать. Крючок не в пасти. Слава богу, еще вот не в пасти. Но то, что как и ну взял. 5,8 дюймов. Первый заброс 30 метров унес. Сразу же, второй заброс, можно смело переходить на крупные приманки. Сейчас я его отцепляю, освобождаю и отпускаю. Это был первый заброс. Здесь 5,8 дюймов червь. И сразу, я не знаю, может я погорячился, ставлю вот такую сосиску. 8 дюймов. Но это не совсем червяк. Это другая форма. Поэтому, может, эта форма повлияет. Вообще, эту приманку используют как недрик. То есть, посередине этой приманки вот сюда ставится крючок. И она вот так, в такой форме должна прыгать по дну. Но в данный момент я его хочу попробовать как Техас. Я в свое время пробовал и бас на него ловился. Не знаю, как сейчас. 8 дюймов. Вот такая вот огромная сосиска. Кинуть ее, конечно, будет сейчас очень тяжело. Но я постараюсь. Кинул ближе. Но, по крайней мере, рядом с той точкой. Здесь сейчас еще вопрос. Дело не в приманке. Очень важно, получится туда добросить или нет. Вот как только я сейчас добросил предыдущую приманку. С 5,8 дюймов. Все-таки она более компактная. Не такая огромная сосиска. Не получилось добросить. И я сразу получил поклевку. То есть, чтобы убедиться, что на эту сосиску будет поклевка. Нужно еще добросить точку. Я сделаю пару забросов. И посмотрим, что будет. Что, я снял ту мощную приманку. Она по себе самая объемная. Эта приманка у меня 7 дюймов. Достаточно длинная, но потоньше. Здесь голова. Плохо видно на камеру. Это имитация небольшого угря. Я бы сказал, даже имитация небольшой змейки. Не червяк. Там прямо на голове нарисовано изображение головы змеи. То есть, небольшая змейка, угрь, что-то такое. Но она чувствуется на удилище контрольное. Попробую поработать ей. О! Это летит подальше. Но боковой ветер сдувает полностью ее с точки. Я просто не могу добросить до точки. Другой техникой, другой техникой, что такое реально тяжелое. Может какой-нибудь телспиннер, тяжелый ратлин, 20 грамм объемный. Конечно бы пробивало этот ветер, летело. Даже дропшот. Техасом пока не получается. Просто не получается попасть в точку. Я уже пробую разной техники заброса. Топлю и нить сразу. В прошлый раз, вот представьте, я кидал на 40 метров. Сейчас я даже не добрасываю до 35. Метров 25, не больше. Но этого недостаточно. Хотя первый раз с более компактной приманкой. Первый заброс 5,8 гюймов. Я добросил и сразу же получил поклевку. Вот так вот, ребят. У меня просто несет приманку. Надо то ли увеличить пулю. Я очень надеюсь, что затихнет ветер. А если, конечно, он не прекратится, то, как говорится, эксперимент с большими приманками останется невоплощенным в жизнь. По причине погодных условий. Я скажу так. Стараюсь разговаривать громко. Я надеюсь, что, потому что такой ветер задувает. Просто нереально. Ну, я ловлю сейчас не в точке. Реально. То есть, я вот бросил, у меня наискосок влево. А мне нужно вот так, я показываю делище прямо. Поэтому я и спокойно, быстро так выматываю, разговариваю и просто не жду поклевки. Потому что я вижу, что у меня не в точке. Все непросто, не в точке приманка. Показать и доказать это очень просто. Если я сейчас изменю ту же самую технику, какой-нибудь дровшот или тяжелую компактную приманку, которая реально будет туда долетать, я больше чем уверен, поклевки сразу же появятся. Я смотрю на часы, вечереет в надежде, что ветер стихнет. Он чуть-чуть поменял направление, но опять же боковой и очень неудобно бросать. Сейчас у меня 7 дюймов приманка. Примарку просто сдуло ветром. Я чувствую, как просто ее несет по дну, и она просто у меня тарабанит. Несет и верхним течением, я бы даже сказал верхним течением, не подводным ветером. Просто сносит. Хоть ты в воду заходи, я не знаю. Ну просто не добраться. Как бы я ни старался, ничего у меня не получается. Не получается по одной причине. Боковой ветер и достаточно крупная приманка. На такие расстояния, причем в такую погоду, такие приманки очень-очень сложно кидать. Но на втором спиннинге у меня ждет самая, как говорится, королева сегодняшнего вечера. По-моему, приманка. По-моему, поклевка. Стоп. Что-то такое было. Или это ударом в камень. Я замер. Так, протащил. Потому что вот над первым басом я потерял контроль и он просто сожрал все червя. Нет, это скорее всего ударом в дно был. 22 сантиметра. Самая крупная приманка. Так, ничего мне не получается. Я возьму более мощный спиннинг. Это у меня фастовый. Все-таки он, скажу честно, не для этих целей. Он как бы заточен универсал, но он больше под воблерную программу. Хотя и Техаса. С Техасом он справлялся тоже отлично. Но умеренный вес. Я возьму сейчас свой лунцовый тяжелый экстрафаст и попробую покидать им. Ну вот совсем другое дело. Здесь чувствуется уже мощь. Мощная катушка 4000-я Twin Power. Я поставил то же самое угря 7 дюймов. Посмотрим, как кидает эта палочка. Здесь намного больше крючок и намного толще флюр. 0,37. Там же флюр у меня был 0,33. То есть такая жесткая, грубая, серьезная снасть. Но другое дело. Уже продвинулся. Скажу недалеко, но на метров 5 заброс получился больше. Чувствуется запас этой палки. Ей кидать можно. Но попробую покидать пока 7 дюймов. 5,8 мы уже поймали. Я и в прошлый раз ловил. Сейчас будет интересно 8 дюймов. Сейчас по... Если говорить по траектории, я попал в нужное место. Если по расстоянию, плюс-минус. Возможно, не хватило. Плюс еще, я говорю, выдувает, конечно, ветром очень-очень большую дугу. Что рыба там есть, это точно, ребят. Это точно есть там рыба, я уверен, и не один бас. И он стоит, и видите, насколько он жадный. То есть первый заброс был, и сразу он потащил. Сразу же. Ну, ребят, как говорится, чего только не сделаешь ради хорошего кадра. Все для вас, ну, прежде всего, для себя. Короче, я не выдержал. Единственный путь это зайти вот примерно вот так вот в воду, чтобы добраться до этой точки. Потому что с этим ветром я пройдусь сейчас по воде, здесь достаточно мелко, метров 10 в воду зайду, а может даже и 15. То есть реально я смогу добраться до той точки только так, я смогу понять, будет он брать на крупной пульмарке или нет. Потому что вот эти забросики мои 20 метров от берега вообще никуда не годятся. Так что я разуваюсь и пошел. Ну, метров 10 точно я зашел. практически по пояс. Далеко заходить не буду, потому что неудобно будет бросать совсем уже, если так зайти. Хотя еще можно. Но вот как раз эти метров 10, я надеюсь, они меня спасут. Да, и они меня реально спасли. Вот сейчас, сейчас, ребят, сейчас уже как раз начинаем проводить эксперимент. Потому что сейчас 7-дюймовая примарка попала именно в точку. Именно в точку, куда я хотел. И по расстоянию, и на глубину. Ребята, поклевка! Ребята, поклевка! Ребята, поклевка на угря! Бьет! Прямо бьет в руках! Но он огромный! Я не знаю, заживет его или нет! Реально вот сейчас поклевка! Прямо бьет, бьет в руках! Первая поклевка все-таки! Ну, бьет! И остановился! Остановился! В принципе, я этого и ожидал! Он его жевал-жевал, жевал-жевал и не взял! Это как раз, самое интересное, это как раз был пятый заброс! Так, ладно, попробую, побросаю, наверное, еще все в порядке! Наш уголь в порядке, никто его не съел! Но факт, то, что уже была первая поклевка! Я не знаю размер этот рыбы, явно это был не крупный, но кто-то просто вот так долбил, долбил, его тащил! Представляете? Ну, а сейчас, чтобы развеять все мои сомнения, все-таки на пятый заброс, на угря на 7 дюймов была поклевка, я вернусь к изначальному варианту, когда у меня был сразу первый заброс, первый бас, чтобы убедиться, что там стоит рыба! Не больше пяти забросов! Итак, пробуем! Уменьшаем сейчас приманку, чтобы убедиться, что там есть рыба, что мы все это делаем не зря! И потом будем опять, как говорится, мучить баса огромными-огромными приманками! Отлично! Эта приманка летит еще дальше, чем нужно! То есть я сейчас даже перебрасываю точку, это, ребят, вот первый заброс сейчас! Итак, ребят, что сейчас происходит? Вроде бы, сначала я пришел на 5,8 дюйма червяка, сразу первый заброс, первая поклевка, то есть бас стоял! 5,8 дюйма на самом деле не такая маленькая, начал я с нее, потому что это более компактный, более такой средний размер с прошлого раза, я заметил, что он хорошо летит! хотя можно было начинать меньше! Потом поклевки прекратились, бросать было тяжело, я зашел в воду, пробовал 8 дюймов, в итоге добился поклевок вот на небольшого имитации угря, змейки, как она позиционируется, правильно я не знаю, 7 дюймов, то есть достаточно мощная, такая большая приманка, была поклевка! Потом, что убедиться, есть рыба, я поменял поменьше, но скажу честно, больше уже не уменьшался, ни дропшоты, ни слаги, никакие рачки трехдюймовые я не ставил, отбросал достаточно долго, минут 20, причем веером, право, лево, больше поклевок не было, то есть, то ли там мало рыбы, то ли рыба ушла, то ли он просто плохо реагирует на эту приманку, или бас мелкий, действительно, этот червь все-таки покрупнее, его немножко отсекает, а крупного рядом нет, поэтому я попробую сейчас переместиться в другую точку, начну, наверное, с 5,8, и сегодня нужно, нужно хотя бы просто сделать пару забросов и проверить самую большую приманку, самую приманку, но пока я ее как интригу оставляю, так что ждем, а сейчас я перемещаюсь на другую точку, посмотрим, как там, если стоит рыба, со старта она будет плевать, или ее немножко нужно поискать. Переместился я на другую точку, и пока я шел, все-таки, опять же, в голове крутятся эксперименты, что-то хочется попробовать, хотя нужно понять, на точке есть или нет рыба, и начать с более мелкой приманки, но я все-таки взял и все делаю наоборот, прихожу на новую точку и сразу пробую с крупной приманки, ставлю 7-дюймового вот этого угарька, поглядим, а вдруг наоборот как раз стоит там более крупный бас, пока он не распуган, заодно и проверим. Водичка я заметил здесь немного мутноватая, и решил взять все-таки огромный, вот такой вот червь, только салатовый-салатовый, 8 дюймов, здесь толстый флюр, и абсолютно другая раскраска, снимаю угрика, попробуем, что нам покажется. Я вам говорил, сегодня будем пробовать все. «Музыка» к сожалению как я говорил казалось бы ветер стихнет но ветер так не стих остался такой же ветер и он еще хуже поменял направление дают лицо на этой точке я кидал ну примерно поработал минут 20 достаточно хорошо кидал крупные салатовый приманкой ни одного контакта потом чуть уменьшился до 5 8 дюймов меньше приманку поставил тоже то есть здесь явно очень хороший рельеф стучит по камушкам но явно здесь рыбы нет у меня осталось до темноты скажу 25 минут я возвращаюсь на ту точку где я поймал и где вот на угря была поклевка явно там есть басик беру все таки приманку 22 сантиметра самую большую и будет поклевка не будет на этом завершим но нужно ее обязательно проверить ну вот я вернулся на ту точку целый день вас интриговал интриговал себя достал этот огромную змею смотрите хоть на колбаса висит страшно просто смотреть и проверим будет на нее вообще поклевка синий или нет но радует то что носить 7 дюймового вот этого имитация угря у него поклевка была нормально долетел до точки четко долетел до точки может там есть басики такие программ 400 500 но они просто наверное его боятся ползет какой-то удав по дну рыбка явно здесь есть просто на поклевочка была даже даже догонял вот это на 7 дюймового то есть бас явно там стоял причем солнечное время стоял ну что ж пробовал я на самую огромную приманку поклевок не получил хотела стоял на такой рабочей точке и для собственного успокоения чтобы был стимул продолжить свой эксперимент во второй части я возьму обычный сенка 4 дюйма самый маленький размер и я уверен что если там будет вас он обязательно сейчас возьмет вот у меня перед закатом последние 15 минут но если там сейчас вас не возьмет я постараюсь кидать ровно . просто я хорошо ее знаю именно . вдалеке но как раз остается вопрос что дело не приманки там просто не было рыбы вот сейчас и проверим и на этом мы я думаю будем завершать рыбалку так что еще осталось много много вопросов больше даже чем ответов вот если честно сейчас капец как интересно потому что вот реально я сейчас обычно беру 4 дюйма сенка и мы просто поверьте моему опыт если там есть бас вот я 15 минут буду бомбить час эту точку то он клюнет и тут дело значит обязательна если дело все таки приманки для него она большая или там просто стоял небольшой бас и он нерео не реагировал но если сейчас поклевок не будет я не поймаю значит там просто нет рыбы и дело не приманки поэтому я думаю еще надо будет вернуться на этот водоем постараться найти точку поработать постараться найти точку где стоит скажем так ну вас в количестве это громко сказано но по крайней мере будут прямо частой поклевки и тогда будем испытывать хотя видите прошла неделя ушла вода и это же точка где буквально неделю назад на дропшот на на техас у меня здесь было больше 15 поклевок представьте себя то есть через заброс у меня просто он бомбил там реально стоял 100 и 10 рыб сегодня да я пришел со старта казалось бы вот все классно сейчас пойдет первого сразу поймал такого за пол килограмма хороший такой рабочий размер так скажем потом обнадежило было вот это 7 дима угря поклевка тоже немножко обнадежил и потом все на спад на спад на спад не хочу сказать что помешал ветер ветер обычно как бы небольшой ветер он поспособствует только лучше клево хищнику вот в басу в том числе так что я на ветер грешить не буду ветер скорее всего помешал забросам ну пришлось залезть в воду чтобы добраться . я до точки начал добраться эти сейчас добраться вы и стучу по камням но поклевок нет ну вот у меня 15 минут сейчас поглядим то есть дело в приманке или дело в рыбе сумерки закат все буквально пять минут на таком красиво замечательном фоне смотрите буду прощаться с вами скажу сегодня так в двух словах получился эксперимент не получился что я понял что для себя вынес было очень интересно и я считаю что что он получился делать какие-то вы предположения я пока не буду что прямо в голову не пришли по крайней мере где вас есть и крупная примарка все-таки хорошо видно и он реагирует я так я так думаю что это вас был не крупный и он это все-таки угря 7-дюймового атаковал на 5 8 отлично сразу взял с первого раз потом уменьшался бросал самую маленькой примарка ну как самой маленькой 4 дюйма кто-то скажет кака 4 дюйма там 2 9 маленький 1 disciplined для вас это стандартная но мне есть три дюйма черви но это такая стандартная для вас а это небольшая приманка поэтому дядя и и атак охарактеризовал как маленькая приманка но мое предположение к сожалению к сожалению в том что я рассчитывал на больше хотелось найти там bas от количестве что он там стоит реально стаи и будет реагировать какие-то пощипывания, но просто-напросто большая приманка, даже самая крупная не сработала там, потому что там не было баса. И все тоже потому что сразу уехал, опять потому что, потому что, потому что, много потому что, ушла вода. Ушла вода и ушла конкретно вода. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Видите, берег. То есть вот где-то вот эта вот черта, вот здесь я стоял, здесь видны уже кусты. И скорее всего бас или переместился дальше, или просто ушел с этих мест. Поэтому нужно искать места, брать опять крупные приманки, приезжать, пробовать, экспериментировать. И тогда можно уже поговорить о басе, как он реагирует на большие приманки, на цвета, на толщину, на размер и так далее, и так далее. А на этом я заканчиваю. Ребят, как всегда, жду от вас жирные лайки этому видео. И кто не подписался, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего и пока-пока!